После просмотра этого видео вы перестанете ходить на каналы других адвокатов, потому что я знаю все о лотерее Гринкарт. Всем привет, меня зовут Елена Манилич, я иммиграционный адвокат США и я знаю об иммиграции все. Подпишитесь на мой канал, если вы еще этого не сделали, для того, чтобы быть в курсе всех новостей и нюансов иммиграции. Вопрос номер один. Когда проверять результаты лотереи? В этом году результаты нужно проверять с 4 мая 2024 года по 30 сентября 2025 года. Раньше проверять результаты не стоит, так как там будут еще результаты прошлогодней лотереи DV2024, поэтому не спешите. Проверять необходимо только на официальном сайте dvprogram.state.gov. Вопрос номер два. Возможно ли ошибка в результатах? Стоит ли проверять как минимум два раза и правда ли, что в августе появляются новые победители? Я абсолютно не советую проверять в первые дни. Я понимаю, что очень хочется, потому что в первые дни система перезагружена и могут быть сбои. Чтобы удостовериться, перепроверьте пару раз и новые места практически никогда не появляются в августе. Об этом, если что, будут сообщать дополнительно. Потерял номер. Что делать? Об этом я сняла дополнительное видео, конкретно пошагово, как восстановить свой номер. Ссылка есть в описании к этому видео. Что делать, если при проверке все время надпись, что confirmation number неправильный? Во-первых, если вы проверяете в самые первые дни, возможно, это сбои, поэтому вернитесь к проверке позже. Также вы можете попробовать сменить свой браузер и попробовать ввести свой confirmation number там. Также будьте внимательны, когда вводите цифры и буквы. Допустим, возможно, там буква O, а вы вводите 0 или наоборот. Это очень часто приводит к ошибкам. Нужно ли куда-то отправлять документы? Нет, не отправляйте бумажную версию документов, либо какую-либо корреспонденцию в сервисный центр Кентукки. Все полученные документы и корреспонденцию удалят и уничтожат. Что делать, если понял, что допущена опечатка? Имя, фамилия, паспорт, город. Можно ли вносить изменения в анкету DS-260? Какие будут последствия? Какие ошибки критичны? Критично это указать недостоверную информацию, либо не указать своих супругу-супруга, либо детей. Это точно приводит к отказу. Если вы допустили опечатку в названии города, это, скорее всего, ничего страшного. Просто укажите правильно в форме DS-260. Если же есть ошибка, допустим, в дате рождения или фамилии имени, то здесь уже все будет на усмотрение офицера, так как он может посчитать, что вы умышленно это сделали для того, чтобы, например, ввести две заявки и увеличить свой шанс на выигрыш. Поэтому внимательно проверяйте, когда вы заполняете свою анкету. Но что же делать, если все-таки есть ошибка? Я рекомендую указать в форме DS-260 и быть готовой офицеру объяснить на интервью, почему так произошло. Если вы неверно указали свое образование, допустим, вы указали бакалавр, а у вас есть магистратура, это тоже, скорее всего, ничего страшного. Возьмите все свои дипломы на интервью и предоставьте офицеру, когда он их запросит. Если же у вас нету минимальных требований по образованию, тогда вы не сможете подходить к критериям розыгрыша лотереи Green Card, и тогда ваша заявка будет дисквалифицирована, и в иммиграционной визе вам откажут. Но если вы не указали свое высшую степень обучения, указали ниже, то, в принципе, ничего страшного быть не должно. Если при заполнении формы DS-260 вы допустили ошибку, тогда ее можно просить, чтобы вам ее открыли и внести туда изменения. Но если ошибки незначительны, я бы все-таки оставила эти исправления уже на интервью. Какой номер кейса считается большим, когда точно не нужно подавать формы DS-260? К сожалению, в последние годы очередь по лотерейным номерам двигается достаточно медленно в визовом бюллетене. Это случилось после ковида. Поэтому, если ваш номер больше 35 тысяч, я в данный период не вижу смысла подавать форму DS-260. Но если вы все-таки оптимист и надеетесь, что вдруг вам провезет, тогда, конечно же, ее заполните. Просто могут быть последствия в том, что в будущем вам откажут в какой-то неиммиграционной визе. Что делать, если изменился состав семьи? Период ожидания результатов после выигрыша. Если на дату заполнения заявки на лотерею Green Card вы были не женаты, вы отправили заявку и женились через несколько дней, это абсолютно ничего страшного, потому что время идет, ситуация меняется. Если же, наоборот, вы были женаты, но указали, что вы не женаты, тогда, как я уже сказала выше, это дисквалификация вашей заявки. При вашем выигрыше вы указываете в форме DS-260 уже правильную информацию. Что делать, если состав семьи поменялся уже после выигрыша? В этом случае вы можете получить Green Card вместе. У меня про это тоже есть отдельное интервью. Там подробно расписано, как не получить отказ. Я рекомендую подавать документы, как есть, идти на интервью и быть готовыми доказать, что ваши отношения реальны. Если приехал в Штаты по U4U и узнал, что выиграл лотерею Green Card, находясь в Штатах, можно ли получить Green Card, не выезжая из США? Если вы приехали в Штаты по U4U и ваш срок пребывания в Штатах не истечет до момента интервью, тогда вы можете проходить интервью в Штатах и получить Green Card, не выезжая из США. Имейте в виду, что, возможно, интервью у вас и не будет, а вам просто пришлют Green Card. Но если ваш статус заканчивается и вы не уверены, сможете ли вы находиться беспрерывно в статусе на территории США, тогда, возможно, есть смысл подавать заявку и выезжать в посольство третьей страны для того, чтобы пройти свое интервью. Бывает так, что заполнили заявку на всех членов семьи, а потом ситуация поменялась и кто-то ехать отказался. В этом случае ничего страшного. Страшно это только в одном случае, когда отказался ехать тот, кто выиграл лотерею. В этом случае ничего не получится и тогда свои иммиграционные визы вы получить не сможете. Но если кто-то из детей не хочет ехать, либо супруг супруга ехать не хотят категорически, это ничего страшного. Вы подаете форму DS-260, главный победитель проходит интервью, его дети получают документы иммиграционной визы вместе с ним и въезжают на территорию США. Если в будущем супруг передумает, тогда ему необходимо будет проходить процедуру воссоединения с семьей. На каком языке проходит интервью на визу по лотерее в посольстве? Можно ли пригласить переводчика? Если вы проходите интервью в своей стране, тогда, скорее всего, офицер будет говорить на вашем родном языке. Если же вы проходите интервью в другой стране, в третьей стране вас рассматривают вашу заявку и там офицеры обычно не говорят на вашем языке, тогда интервью будет проходить на английском языке. Если вы не владеете английским языком, это не будет препятствием в получении иммиграционной визы по лотереи Гвинкард, и вам надо будет взять с собой переводчика. Для этого вы пишете в посольство и согласовываете эту информацию с ними. Если они позволяют, тогда вы берете с собой на интервью переводчика. Можно ли перенести дату интервью? Либо можно ли перенести интервью в другое посольство? Если вы проживаете в своей стране, тогда и интервью вам будет назначено в вашей же стране. Но так как обстоятельства бывают разные, иногда необходимо перенести интервью в другое посольство. Это сделать можно теоретически, но это все делается по согласованию с посольством. То есть вам необходимо будет написать в то посольство, куда бы вы хотели прийти на интервью, спросить или принимают они граждан третьих стран. Если да, тогда просить перенести интервью с предыдущего посольства в новое, которое разрешило вам прийти к ним. Точно так же касается и даты. Обстоятельства бывают разные, поэтому если вам необходимо перенести дату интервью, вы пишете в посольство с запросом, что в связи с сложившейся ситуацией вы не можете сейчас явиться на назначенную дату интервью. Обычно это одобряют без проблем и переносят интервью. Но лично я советовать этого не могу, так как вам могут согласиться перенести интервью на новую дату, но новую дату не назначить. А к тому моменту, когда они будут готовы вас принять, закончатся визы, и тогда получить свои грин-карты вы не сможете. Поэтому очень постарайтесь, чтобы у вас вышло прийти на назначенную дату интервью. Сразу ли после интервью сообщает результат? Бывает ли административная проверка? Обычно, если у посольства нету к вам никаких вопросов, вам сразу говорят, что все хорошо, в течение недели, 10 дней, либо 14 дней вы получите свои визы. Но бывает так, что вы, допустим, проходите интервью в третьей стране. Тогда у них, возможно, нету какой-то вашей информации, и они будут отправлять запросы, и вы можете попасть в административную проверку. Это может занять от нескольких дней до нескольких недель и до нескольких месяцев. И здесь это критически важно, потому что если вы не успеете получить свою визу до 30 сентября следующего года, вы уже не сможете получить свою миграционную визу, даже если вы проходили интервью раньше. Важный нюанс. На административную проверку, к сожалению, никаким образом повлиять невозможно, и если вы застрянете в проверке, вы имеете огромный шанс пропустить сроки и не получить свою визу. И здесь, к сожалению, от вас ничего не будет зависеть. Поэтому, как я уже сказала, приносите все документы с собой на интервью. Если человек выиграл грин-карту и не воспользовался ей, сможет ли он потом получить турвизу? Интересный вопрос, и мне его задают достаточно часто. Если вы выиграли в лотерею и не заполнили форму ДС-260, тогда у вас есть шансы получить свою туристическую, либо какую-либо другую не иммиграционную визу. Если же вы заполнили форму ДС-260, это говорит о том, что вы заявили о своих иммиграционных намерениях. И получить турвизу будет очень и очень тяжело. Вам на интервью необходимо будет убедить офицера, почему это раньше у вас были иммиграционные намерения, а сейчас они пропали. Но все равно не бывает невозможного, есть случаи, когда после подачи уже формы 260 люди все равно получали свои не иммиграционные визы. Если человек находится в ожидании ПУ и выиграл в лотерею грин-карты, есть ли шанс получить грин-карту? Такие шансы есть. Это относится к тем случаям, когда человек уже находится на территории США и находится в ожидании интервью, допустим, на политическое убежище. Если человек приехал и подал на политическое убежище, когда он еще находился в своем легальном статусе и с тех пор ничего не нарушал, здесь, когда он придет на интервью к офицеру, офицер примет решение давать ему эту грин-карту либо не давать. Если же он, допустим, приехал в статусе студента, подал на убежище и поддерживал свой статус студента, тогда он без проблем получит свою лотерею грин-карты. Но если, допустим, человек приехал, перешел границу с Мексикой и находится уже в депортационном процессе, тогда получить грин-карту очень и очень тяжело, и я бы сказала, практически невозможно. Единственным шансом нужно будет рассмотреть вариант выезда из США и прохождение интервью в посольстве. Но эти все варианты, они очень технические и требуют очень много нюансов и опытного адвоката. Поэтому, если вы ожидаете интервью и выиграли грин-карту, я бы очень рекомендовала обратиться к адвокату, который работал уже с такими случаями, у которого были позитивные результаты, чтобы хоть как-то увеличить свои шансы. Нужна ли прививка от ковида? На сегодняшний день требования прививки от ковид никто не отменял, поэтому, если вы выиграли лотерею грин-карт, вам необходимо будет иметь прививки от ковид. Они могут быть сделаны ранее, то есть сейчас их обновлять не нужно. Что делать, если подавалась семья вместе, но на момент выигрыша находятся в разных странах и не могут пройти вместе интервью? Значит, если подавались все вместе, указали всю информацию правильно, и кто-то не может явиться на интервью, тогда другие члены семьи все идут на интервью, получают свои визы и после этого уже делают воссоединение. Имейте в виду, что воссоединение по браку будет занимать достаточно много времени. Поэтому по возможности, я понимаю, что ситуации разные, по возможности я все-таки рекомендую, чтобы все явились на интервью. Опять же, проблема будет только в том случае, если на интервью не может явиться главный заявитель. В этом случае получить иммиграционную визу вы не сможете. Что делать, если выиграл грин-карту, а другой кейс на оформлении? Например, по рабочей или семейной иммиграции. Это случается очень часто, это было в практике даже у моих клиентов, и тогда я рекомендую с вашим адвокатом просто проработать, какой вариант будет быстрее. Я рекомендую не терять этот шанс в любом случае, даже если вы думаете, что вы точно получите свою грин-карту по браку, либо по рабочей иммиграции. Просто посмотрите, что будет быстрее, если финансы позволяют, потому что это достаточно затратно. Я тогда рекомендую все-таки подавать и на грин-карту тоже, потому что, допустим, всякое случилось, развелись, грин-карту не успели получить, а через лотерею получите свою грин-карту, и уже не будет необходимости менять потом грин-карту, если, допустим, через два года, чтобы подавать на постоянную грин-карту. Поэтому проконсультируйтесь, чтобы принять правильное решение и не потерять свой шанс. Сколько действительно виза после выигрыша? После выигрыша вы идете на интервью, и после интервью вам ставят визу в паспорт. По получению этой визы вы должны въехать на территорию штата в течение действия вашей медицинской справки, в течение действия медобследования. Обычно это шесть месяцев. Поэтому после получения визы на протяжении шести месяцев вы должны выехать, и даже если вы заехали в Штаты, оплатили получение грин-карты и не успели ее получить, вы можете без проблем выехать и потом заезжать еще по этой же визе, потому что она будет еще действительно год. Но первый раз обязательно въехать в течение шести месяцев, дабы потом повторно не проходить медобследование. И последний вопрос. Что делать, если на момент прохождения интервью ребенку уже 21 год, а на момент подачи заявки ребенку было 20? Значит, если вы прошли интервью и получили свои иммиграционные визы, когда ребенку было 20 лет, но до того, как вы въехали, ребенку исполнился 21 год, ничего страшного, вас впустят, все в порядке. Имейте также в виду, что дети не имеют права вступать в брак, потому что если они вступят в брак, они уже не будут подходить под эту категорию. Вот, в принципе, ответила на все вопросы, которые мы долго собирали. Оставляйте вопросы, если они все-таки есть, отправляйте это видео тем, кто играет в лотерею Green Card. И до встречи в новых видео.